ПЕСНЯ 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 Коленями уперся я. Что-то. ПЕСНЯ 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 Пока Красноярск заваливает снегом на улице от минус 8, мы прячемся от Виюги в открывшейся накануне, в августе этого года. В школе диджейство. И модератор, генератор, главный, кто там у нас, педагог, Макаренко мира диджейства в городе Красноярске, Андрей Валуев, если я ничего не перепутал. Г – Да, конечно, всем… Г – Да, не путать с Николаем, Владимиром… Г – Это ломборец Валуев! Г – Николай Валуев! Г – Анастасий – это... Не, ты однофамильец твой! Да, конечно, одна фамилия, не родственник, и не путать со школой бокса. Отлично. Андрей, расскажи, пожалуйста, про школу диджейства, про то, могут ли пенсионеры сюда попасть, может ли кто-нибудь, кто ниже ростом вот этой платформы попасть сюда, и чему здесь ты вообще учишь людей? Конечно, попасть может ко мне в школу любой желающий, у меня есть несколько направлений. Одно из самых интересных направлений – это молодежь в возрасте от 15 до 22 лет, где я обучаю диджейнгу совершенно бесплатно. Ну а так, у меня нет никаких ограничений ни для кого, абсолютно любой желающий, кто хочет попробовать, может попасть ко мне в школу и научиться диджейнгу. Ты представляешь какую-то историческую часть, например, первое упоминание диджеев появилось в 1973 году, если мне не врет Википедия, а в Советском Союзе это был какой-то 87-й или 88-й. Конечно, мы изучаем историческую часть, но мы не удаемся в детали, потому что мы больше сосредоточены именно на тех технических вещах, которые современных, которые сейчас существуют. Да, во-первых, упоминание диджейнга вообще появилось довольно даже раньше, в 50-60-х годах, когда один человек просто изобрел, сделал сам установку из двух виниловых пластинок, из светомузыки, пошел на так называемую дискотеку. Тогда ее было сложно назвать дискотекой, потому что он просто переключал танцевальные, где-то даже бальные композиции между собой и делал непрерывное построение сета. И после этого появился термин диск-джокей, как жернглер дисков. Он прижился и, в принципе, диджейнг стал уже развиваться. Продолжим экскурсию по Вочине Андрея в следующем включении и услышим, возможно, в моем исполнении новую версию любимого хита. Марина Саша!